Всем привет! Я возмущена. Я вам недавно снимала нашу плантацию одуванчиков. Вообще за это люблю весну. Вот это зеленое с желтым. Ну как бы вот эти вот одуванчики распускаются. Они целыми полянами. Это так красиво. Взяли, покосили. Я видела, что вон там уже начинают косить. Ну да, трава была высока. Но здесь такое место, что здесь в принципе это не критично. Дорожки вытоптаны. Кому надо, пройдут. Все-таки травка, мне кажется, такая высокая. С этими одуванчиками это смотрится более эстетично и красиво. Ну не знаю. В общем, я расстроилась абсолютно из-за этого сильно, абсолютно сильно нужно гляднуть. Вот. Так что короче, вот так. Ну, они все равно, конечно, наберут. Они проглянут еще. Но такими полянками они, скорее всего, уже так не будут. А так это так красиво все-таки. Я прям очень люблю. У меня вот с детства, я помню, что раньше же не косили. У нас там в Щукино около аптеки был такой палисадник большой. И он был весь-весь в одуванчиках. Вот просто огромное количество одуванов. Просто большое. Такое желтое облако посреди зеленой травы. красиво. Но, к сожалению, все это скосили здесь. Вот. А мы с Ториком вышли прогуляться. На улице вот плюс 12. Но хочу сказать, что солнышко греет. Греет, конечно, солнышко. Приятно. Даже пусть плюс 12. Выходить на улицу очень приятно. Ну вот, собственно, и я желаю вам хорошего настроения. Доброго дня, вечера. Не знаю, когда утро вы смотрите этот влог. Но я вам в любом случае желаю хорошего настроения. Так. Пока не забыла, сейчас хочу вам сразу показать гамак для кошек. В общем, я сейчас собиралась идти в ванную и увидела. Думаю, надо сразу показать. А еще покажу, почему я решила вам сразу показать. Вот. Здесь обижака. Сейчас расскажу, почему. Это, кстати, лежит Торьковая игрушка, если что. Да. А то скажут, что у меня тут бутылки на кровати прямо валяются. В общем, я вчера, когда была в гостинице, я увидела, что стоят вот такие вот гамачки в номерах у кошечек. Я говорю, ой, какие замечательные. Мне так понравилась идея. Правда, там расцветочка другая была немножко. Но вот это тоже красивая. Я говорю, это что? Она говорит, ну, такие гамаки говорят у нас стоят, говорят, и у нас есть в продаже. Вот. А я же рассказывала ситуацию, что у нас Одечка так это выглядит снизу спит на Торьковом месте. Просто на его подстилке. А Торьк бедненький либо на кроватке спит у нас, либо на полу. Да, Молодой? Вот. И я, в общем, вчера думаю, ну-ка, какой классный гамак. Куплю-ка я его. В общем, я купила, привезла. Собирается очень просто. Тут всего вот четыре такие деревянные. Как это? Господи, как назвать Торь это? Ты меня сбиваешь своей милотой. Четыре запчасти, детали. Собираются, просто вставляются без всего. И вот такой сверху чехол, как сам гамачок. В общем, он двухсторонний. Здесь он такой более мягкий. Вот, Оде уже полежал. Видите, вот шерсть сюда, конечно, собирается. Он такой, как велюровый. Ну, как не велюр. Ну, такой, в общем. А это такой более жесткий. Диванная такая обивка. Но плюс в чем, он легко вот тоже снимается. Это все можно быстренько постирать, там пропылесосить, если надо. Мне очень понравилась идея. Ну, и сейчас к чему? Вот видите, это вон и грустняшка. Целая драма вчера была с этим гамаком. Я начинаю его собирать. Тор виляет хвостом, когда я его привезла. Он, думаю, был уверен, что привезли ему игрушечку. В общем-то, он такой счастливый. Я собрала, оставлю на пол. Вот так Тор берет зубами и начинает с ней ходить и просто носить этот гамак. Ну, пытаться унести его в эту, в комнату. То есть, он был уверен, что это его игрушечка. Вот видите, он даже сейчас смотрит. Я говорю, Тора, это не твоя. В общем, поставил его и пришел к Рассоди. Я его посадила. Води быстренько сообразила и сюда лег. Вот. И он долго на нем проспал. Ему очень понравилось. Видимо, этот гамачок. Осталось только как бы в тот момент придумать место, где этот гамачок все-таки будет стоять. Но, что делал, пока Оди спал, Тор сидел и на меня просто смотрел с таким несчастным взглядом, что он так расстроился. Прямо у него было видно, что ему такой гамак не купили. То есть, Оди обзавелся новой мебелью, а Торик нет. Конечно, я Торику пообещала, что я куплю ему новую игрушку. Но, вы знаете, когда я ему сказала, что я тебе куплю новую игрушку, он так повернулся и посмотрел на этот гамак, как будто бы, знаете, сказал мне, что нет, я хочу гамак. Ну, в общем, ладно. Спал, Оди спал, сразу он как-то вот к нему проникся, спал он в нем. Во-первых, он легкий, мне очень нравится. Можно переносить, переставлять, в общем, сегодня утром, правда, Оди почему-то решил залезать под него и ходить с ним по комнате, потому что вчера мы его поставили у мамы. Вообще, мы слышим грохот, сначала не поняли, что это, потом мама увидела, что это Оди залезает под гамак и пытается с ним идти. Ну, не знаю, может быть, он думал, что он черепаха. Но сегодня я этот гамачок принесла в комнату к нам, думаю, поставлю, только подстилки, чтобы им было как бы вместе удобно спать. Сейчас вам покажу. Собственно, гамачок стоял вот так, а вот только у подстилка рядом. Нет, он, в принципе, подумал, что гамачок это так, а подстилка все-таки лучше. Короче, Оди днем практически всегда спит вот так вот. Здесь вот ему очень нравится только у подстилка. Этот молодой человек, молодой человек, Оди, в общем, Тор как-нибудь. Торик пытался лапкой встать на гамак, но не особо, но Тор, смотрите, как он ревнивый, он тут же подходит, смотрите, тут же разъединяет, а вот он, реально, ты решил, никогда не ложиться обычно, тут прям что, как это? В общем, даже ночью Оди может прийти, сесть и смотреть на Тор, если Тор, он все на подстилке лежит, смотреть на Тор, типа, ну что-то вставать собираешься, я пришел. Лежат два друга, делят подстилку. Оди просто передвинулся, решил не уходить. Вот так весело. Ну, вообще, хотела показать вам этот гамак, прикольная штука, классная вещь. Так что, если у кого-то, и знаете, смотрится стильно, и, ну, короче, мне очень понравилось, он такой легенький, переставлять еще, если надоел, собрали, короче, вещь классная, рекомендую. Я таких не видела в магазине, у них они есть. Дети, мелкие. Оди, разбудили, ну, правильно, ты к нему мокрым носом, вытрили от него все сопли. Правильно, правильно. Ой, какие вы замечательные, забавные. Да? Все. Торик, я пошла в ванну. А ты храняй мелкого. Да? Ну, ты сейчас его раздай. Что делать-то? Он еще раздавит кота. Смотрите, я вербу пересадила свою. Короче, бабушка говорит, что она вроде ли приживется, но она мне такие, смотрите, раскидала, я ее обрезала, вот уже были засохшие, я только оставила, где вот еще свежие веточки. И вот она внутри корни, вниз. А здесь видите, какие листочки, прям уже. Ну, вот надеюсь, додать, не, я хотела же не на даче, я хочу здесь ее где-нибудь стоять. В общем, пока в горшок, потому что лаванда у меня завяла, прям резко в один момент там взяла и завяла. Вот. Так что, буду выращивать вербу. А еще мы тут плюшками балуемся. Ну, точнее, не плюшками, а пиццей. Доминоспица. Слушайте, вот Доминоспица, она вот уже, ну вот, знаете, всегда вот как бывает, вот говорят, особенно, ну, раньше там, родители, у меня бабушка любила, ой, раньше вкуснее было, раньше вкуснее было. Слушайте, я сейчас, наверное, такая же хочу сказать, что Доминоспица раньше была вкуснее. Вот, абсолютно точно. Раньше же их мало было пиццей, мы когда были там, подростками, так скажем, мы сюда заказывали, у нас первая пиццерия здесь открылась Доминос. Привозили они, и мы заказывали сюда пепперони. Ну, во-первых, сейчас у них акция, вообще, раньше у них было толстое тесто, потом они взяли, что можно на выбор, толстое и тонкое. А теперь они делают, тут смотрите, какое тоненькое тесто, вот сейчас, и либо ультра-тонкое. Я уж не знаю, куда-то там ультра-тоньше, я взяла тоненькое. Но я брала по акции вообще, вот, три пиццы, там, знаете, как берется две, ну, третий, короче, в подарок, самый дешевый. Самая дорогая оказалась четыре сыра, она тысяч с чем-то стоит. Потом пепперони там, восемьсот с чем-то, и я взяла гавайску. Так давно не ела гавайску, так захотелось. Но, знаете, что хочу сказать?